Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Покажу вам карту боевых действий на сегодня, зачитая сотку новостей. Начнем с российских новостных изданий. Путин положительно оценил динамику. Все, что сейчас происходит на фронте, он называет специальной военной операцией, хотя это уже настоящая война. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции. В интервью телеканала «Россия-1» Путин выразил надежду, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Ну, Путину доложили, что эти самые наемники ЧВК Вагнера под руководством Пригожина сейчас захватили солидар, и Путин очень, как сказать, обрадовался этому событию. И вот он на фотографии. И вот, что он еще заявил. «Динамика положительная, все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал Путин. И в общем, вот тут, как его, Игорь Коношенков заявил, что войска РФ вечером 12 января завершили освобождение солидара от ВСУ. По словам Коношенкова, полный контроль над солидаром позволит отрезать пути снабжения войск Украины, ну, это Бахмут, хотят отрезать расположенным юго-западнее. После чего заблокировать и взять котел, оставшийся там подразделением ВСУ. В общем, вот карта, я сейчас вам покажу. Вот Бахмут, вот солидар. Сейчас они планируют, как бы, вот солидар, если верить, 35% вчера было под контролем ВСУ. Ну, видите, они говорят, что уже все, солидар под контролем армии РФ. Хотят отрезать, видите, вот так вот взять его в кольцо и потом заблокировать. А если уже получится окружить, значит, снабжения боеприпасов не будет. И ВСУ уже практически не смогут оборонять Бахмут. Придется им отступать. Так, а вот еще, что пишут сейчас украинские издания. Разгром Вагнера. ЧВК потеряла четверть своих наемников под солидаром и Бахмутом. Так, сейчас последняя информация. ЧВК Вагнера в ходе боев на участке солидар Бахмут потеряла 4000 наемников погибшими и 10 тысяч раненными. Так, сообщает издание. По подсчетам издания, ЧВК Вагнер состоит из 50 тысяч человек. Ну, там, да, 10 тысяч считают, что профессиональные военные, а 40 тысяч эти зэки, да, из тюрем, которых рекрутировали. Основатель ЧВК Вагнера Пригожин объявил о захвате солидара. Не, это не 11-го, а где-то сейчас, вот 13-го числа он говорил. В тот же день, по его словам, это Министерство обороны пока... Не, подтвердили уже, да, что сейчас, типа, ЧВК Вагнера уже вошли в этот город, контролируют его. Город взят. Так, американские эти аналитики отметили, что очень большое число там несут вагнеровцы, потому что они нападают. И нападающие все время имеют, как сказать, больше потери в три раза, чем обороняющиеся. Украинцы не пулепробиваемые, пишет источник. В идеале Украина сумеет удержать линию возле Бахмута, минимальными силами подготовиться к весеннему контрнаступлению. Но это американские аналитики считают, что украинцам удастся удержать Бахмут, будет подкрепление и не сдадут. Ну, как бы до весны продержатся. Ну, будем следить за ситуацией. Так, разгром россиян под Сватова. В танковом батальоне осталось всего лишь 10 танков. Так, сейчас я вам Сватова покажу. Вот Сватова, здесь криминальная. Здесь постоянно идут бои. Видите, такая информация, что ВСУ разбили там это танковый батальон. Десятки раненых оккупантов вывезли в направлении Старобельска. Сейчас Старобельск, вот он Старобельск. Сватова сюда увозят по этой дороге раненых убитых. Так, и может, что здесь пишут. В одном из танковых батальонов российских оккупантов осталось 10 танков и 30 военных. Об этом сообщает в гештабе ВСУ. Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, в направлении Старобельска в Уганской области эвакуировали 50 человек, раненого личного состава противника, которые воевали недалеко от Сватова. Сейчас там почти этот батальон разбит, и осталось всего лишь 10 танков Т-80Б. Остальные либо уничтожили, либо выведены из строя. Из личного состава тоже осталось здесь 30 человек. Кроме того, сутки украинские войска отбили атаки российских оккупантов в 14 населенных пунктах в Донбассе. В общем, пытаются наступать по всей линии армии РФ. Можно сказать, здесь ЧВК Вагнера в основном, наемники и мобики. Ну да, их бросают на убой, они идут на наступление, но только вот в районе Солидара продвижение есть здесь где-то в этом направлении. И вот сюда, к Бахмут практически, они подошли уже плотно здесь. А так, по этой линии пока особенных продвижений нет. Так, Украина доказала, что если у нее будет оружие, она доведет дело до конца. Это уже англичане хотят помочь оружием в СУ, и вот что здесь пишут. Настало время ускориться, идти дальше быстрее, оказывать Украине необходимую поддержку. Своим мужеством, упорством наши украинские друзья доказали. В общем, что надо им оружие, они тогда победят. Сейчас они планируют, англичане, перебросить туда 14 боевых танков Челленджер. Еще там сейчас с Польши прибудет рота танков «Леопард». В общем, снабжают по полной программе сейчас уже страны НАТО украинских военных. И вот последняя информация. Британия отправляет в Украину ударные вертолеты «Апачи». Это сильные, вот видите, как они выглядят. Четыре «Апачи» смогут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков. Великобритания посылает эти ударные вертолеты «Апачи» АХ-64Е. Такая информация. «Апачи» изменят правила игры. Танки прибудут первыми. И понадобится некоторое время, прежде чем можно развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру. Сейчас все страны НАТО стараются забросать оружием, уже помогают ВСУ кто чем может. Уже и танки, и вертолеты, и антиллерия, и сейчас уже американцы тут «Ленглиз» уже организовывают. В общем, все, что могут, сейчас прибудет в Украину. Да, это будет... Украинские пилоты будут в Британии, вот сейчас обучатся и будут воевать на этих «Апачи». Они, эти «Апачи» могут вооружены быть до 16 противотанковыми орудиями, в общем, пушками тут. В общем, сильная эта вещь, эти «Апачи», известные вот такие вертолеты. Так что вот еще помощь будет Украине. Сейчас потери армии РФ-630 потеряла, и вот сейчас последняя сводка новостей. Всего погибших где-то 115 290, танков 3106, БМП, БТР 6183. Вот, потери. Очень много ракет стали сбывать, крылатых, 26. Сейчас ракетами очень мирные города. Днепр атаковали, его 26 сбили. Так, вот такие данные, 115 тысяч погибших. Потери, да, огромные сейчас, по 600, по 500 денег. Сейчас уже все говорят, в конце января, я уже так думал, будет усиленный набор в армию РФ, потому что не хватает личного состава уже замерзших много, раненых, убитых. И вот последний случай, что даже в Белгородской области командир взвода взорвал гранату. Представляете, уже это территория России, Белгород. И там уже непонятно почему начали свои же эти мобики, гранаты взрывать. Погибло трое военных. В Белгородской области военнослужащий взорвал гранату на территории расположения. Погибли три человека, десять пострадали. И вот что здесь пишут. Там жили эти военные, на хуторе Тоненькое, где находились, да, они базировались. Один из них взорвал гранату РГД-5. После этого в здании сдетонировали боеприпасы, и начался пожар. Кстати, гранату взорвал, еще и там боеприпасы взорвались. И теперь пишут, площадь возгорания там, очень огромная. И из-за этого, говорю, боеприпасы сдетонировали, начался очень сильный пожар в этом помещении рядом. И сейчас там пишут, трое погибших, шестнадцать пострадавших, восемь пропавших без вести. В общем, типа сдетонировало огромное количество боеприпасов, видно, в этом здании было. Возбуждено уголовное дело. Если уже в Белгородской области начинают гибнуть, даже не доехав до фронта, уже вот потери какие, представляете. Трое убитых, шестнадцать пострадавших, восемь без вести. Двадцать четыре, двадцать семь человек уже, считай, инвалиды или ранены, убитые. Так, говорю, и боеприпасы там, все взорвалось нахер от складки. Говорю, что происходит, я не понимаю. Да, конечно, будет сейчас призыв, сто процентов. Путину надо видеть успехи. Уже когда оккупировали Солидар, то сразу Путину доложили, вот, мы заняли Солидар. Это наша победа, типа, армия РФ атакует и, типа, захватывает города. А еще Бахмут бы захватили, это вообще был праздник в российских СМИ. Это считается два таких важных города. Ты что, Путин бы там наградил всех героями. Для Путина важно показать именно победы. Ему весь смысл этой войны показать гражданам России, что, мол, мы наступаем, мы побеждаем. Видите, вот эта линия, вот, это Донецкая область. Ему надо кровь из носа показать, что они атакуют, как бы, должны ее освободить, типа, то есть, захватить. Тогда они считают это все. Успех огромный был бы. Ну, пока только, видите, получается, что вот только два города эти рядом. Здесь идут бои ожесточенные, Солидар кое-как обохнут, еще держатся. Вот такие новости, вот в чем смысл этой войны. Ну, конечно, там потери немеренные, уже никто не считает. И со стороны армии РФ, и со стороны ВСО огромные потери. Там, я видел ролик сейчас, кладбище украинское тоже, много погибших военнослужащих. И в России там кладбище уже забито этими мобиками, которые пошли воевать. И вот, говорю, латализация идет с населения двух стран. И еще, я думаю, минимум будет до конца этого года. Ну, планирую до августа, где-то все это уже в затихнике. Я думаю, где-то будет еще весь третий год идти эта война. Так, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok